И вновь всем здравствуйте, друзья! Друзья, хотелось бы начать нашу кулинарную программу «Жуть с ним». Мы вновь находимся в студии «Густа», где вас научат готовить на 5 с плюсом. Подробнее информация по телефону 624-914 или группа ВКонтакте «Густа 03». Но это для тех, кто готовить не умеет или хочет свои навыки как-то поднять. А для тех, кто все-таки смотрит нашу программу ради ее гостей, хочу вам такой небольшой сюрприз сегодня предоставить. Гость вполне обычный для нашей программы, но вполне необычный в целом. Я бы даже сказал, не то что необычный, такой, знаете, нереальный профессионал, что ли. В общем, сейчас сами все увидите, сами все узнаете. Пока что отправляемся за покупками, за продуктами и возвращаемся сюда уже в гости. Друзья, уже наступил 2015 год. Я так подумал, думаю, хватит уже быть дилетантом в этой моей передаче «Жуть с ним». Ну, пора уж становиться серьезным профессиональным дядькой в этой кулинарной науке, поэтому сегодня все будет по-латыни, как у них в этой, в латыни, в Латландии. Ну, откуда там эта латынь? В общем, я не историк, я же кулинар, мне это знать не обязательно. Да, коллеги? Да. Мясо говядины, или по-латыни «бубулая». Ну, это все профессионалы знают. Цепа, ну или лук по-нашему. Цепа, звучит-то как, а? Нераспустившиеся бутоны, колючего кустарника, капарис, спиноза. Или в простонародье каперсы. Вот такое вот в России нынче простонародье с каперсами. Геркинс. Ну, или попроще, корнишоны. Если совсем по-простому, огурцы маленькие такие. Майоней и хорсирадиш. Вот латынь, фиг поймешь. Где-то буквы убирают, где-то добавляют. Казалось бы, слова «горчица» нет в латинском языке. Но ведь я профессионал. Поэтому семикус горчитикус. Грати сагутиби, Цезарь. Или как там тебя? Байерма. Байерма. Ну вот, все уже куплено. Все уже стоит на нашем столе. Осталось только позвать нашего гостя. Друзья, встречайте. Великий и могучий. Ну, не могу никаких слов даже подобрать этому человеку. Динар Саидов, ваши аплодисменты, фигурные. Спасибо огромное, что согласился. Прийти ко мне к неумехе. Умеха пришел наконец-то к нам. Самый настоящий. Динар, что будем готовить? Сегодня мы приготовим тартар из говядины. На самом деле, блюдо такое достаточно обычное, банальное. Можно встретить в любой кулинарной книге, профессиональной и не только, на любом кулинарном сайте. Но интерес его в том, что это блюдо мы готовим из сырой говядины. Из сырой говядины. Абсолютно сырое. Сырое мясо. Сырое мясо. Сразу, заранее, да, мы уже подготовились. Динар, объясни, что мы делаем с мясом? Мы мясо немножко подморозили. Даже немножко мы его сильно заморозили. А теперь оно у нас слегка оттаило. То есть, почему именно так нужно делать? Потому что глубокий мороз действует на продукт так же, как термическая обработка. То есть, если ты 16 часов подержал мясо в глубоком холоде, при абсолютном минусе, то его можно. Но не только, да, мы еще должны знать, у кого мы покупаем мясо. Если мы купили мясо у неизвестного человека, который... Нет, оно сразу должно быть хорошее. Конечно, мы доверяем животноводу, мы доверяем продавцу и, соответственно, мы уверены в том качестве. Друзья, если вдруг вас достанет где-нибудь мороз, прям ногу в холод, время прошло, сколько же нас часов, все, отрубаем ногу, кушаем, все нормально, термическая обработка пройдена. В декабре кинули в сугроб, в январе можем есть. Можем есть, все здорово. Так, хорошо, мясо мы будем резать тонко-мелко. Что дальше будем творить? Значит, сначала нам нужно пару перепелиных яиц поставить в яйцо. Хорошо, давай, я займусь этим. Делай, а ты пока рассказывай дальше, что нам будем делать. Начнем с мяса. Значит, мясо мы, как я сказал, подморозили, достаем и начинаем его резать. Режем как колбасу, вот такими пятачками. Потом будем перерезать это в мелкий-мелкий кубик. Я вообще придумал, надо всегда приглашать поваров, шеф-поваров нашей передачи, чтобы я просто стоял, наблюдал, как это делают профессионалы. Я вообще рассчитывал на помощь. Давай, нет, хорошо, конечно. Давай, что мне нужно делать? Почистить лук. Все, это чистить лук, это мое любимое занятие. Да, слушай, вот так все это вкусно рассказываешь. Скажи, сколько тебе уже, сколько лет ты уже поморишь, так скажем? Ну, можно сказать, что больше половины своей жизни, потому что мне сейчас 40, а начал я заниматься с 19 лет. Откуда начал? Как ты ввелся к нам? У себя на родине начал, это город Тюмень. Вообще, это уже второй мой приезд. Второй? Да, да. Я работал здесь, потом уезжал и вот вернулся опять сюда. И на самом деле, не жалея нисколько, потому что второй приезд такой уже для меня, для моей жизни вообще значимый, здесь у меня появилась семья, любимая женщина. Прямо здесь, бурятка? Да. То есть какая-то бурятка тебе? Нет, она не бурятка. Моя жена любимая, месяц назад у меня родился из Ануля. Поздравляю. Спасибо. Давид. Давид. Наверное, они сейчас смотрят эту передачу. Привет. Впервые приехал в Бурятию, в город Улан-Удай. Какое первое блюдо ты бурятка попробовал? Ну, естественно, пост. Ну, кроме пост. Я сразу хотел обманать, потому что посты это уже попсом. Ну, знаешь, я под национальности татарин. И кухня очень похожая. У нас тоже на столе очень много выпечки, хворост, похожее блюдо, как позы, как хушьур. Очень знакома мне эта кухня и поэтому очень любима. Для тебя, в общем, не было таких удивлений? Нет, для меня не было это шоком. Слушай, а вот сейчас буквально уже закипит у нас? Сколько надо? Буквально 7 минут. 7 минут, хорошо. Друзья, как только закипает 7 минут, и перепелины вот эти вот маленькие яички. Вот, говядину мы порезали. Да. Нужно лук, сейчас я буду резать сам. Открыть? Что сделать? Открыть, взять примерно 4 корнишона. И желательно порезать тоже очень-очень мелко. Резать? Я хочу спросить у тебя. Слушай, вот, все-таки 2005 год, какой год неизвестности, да, очень многих пугают. Пугают, ой, 2005, 2015, я вожу, все-таки уже 2005 в голове. 2015 год, год неизвестности, всех пугают всякими различными идут. Санкциями, не санкциями, кризисами, не кризисами. Ну, санкции уже пришли, да, на продукты к нам уже, это, уже год. У тебя какие планы в этом году, вот, что я хочу спросить? Может быть, свой какой-нибудь ресторан? Я думаю, что на свой ресторан у меня не будет времени, потому что я считаю, что сапоги должен делать сапожник, а пироги, пирожные. Не надо это путать. Если повар, то он на кухне, если шеф. Если он коммерсант, то на кухне уже времени останется. Планы какие? Планы развиваться, планы зарабатывать, планы открыть, может быть, какие-то новые рестораны. Слава богу, наш руководитель на это гораздо, на выдумку. Поэтому вполне это возможно, но, в принципе, я это жду, это будет точно. Скажи, а какая вот, ну, все-таки, много ресторанов, да, я так понимаю, кто за всю свою жизнь пошел, да, там, и вполне возможно, ну, я как бы точно не знаю, но предполагаю, что вполне возможно с разнообразной кухней. Есть какая-то у тебя кухня, вот, которая прям... Любимая? Да, любимая, вот, прям, люблю готовить или люблю... Нет такого. Вот именно люблю готовить, люблю кушать. Могу сказать, что домашнюю кухню я очень люблю. Кстати, это блюдо абсолютно мужское, я скажу так вот. Потому что многие девушки побоятся, да, это кушать, они начнут думать, что там что-то не то, какая-то странная текстура. Но ты первый раз будешь его пробовать? Я, да. И ты, когда попробуешь, я уверен, у тебя будет точное ощущение, что это не сырое мясо. Я нарежу пока каперсы. Каперсы режем произвольно, да, тоже мелко. Как и вообще как месим? Да. Ну, конечно, не полный фарш, да, но он так, чтобы он был узнаваем, по крайней мере, у нас в тарелке. Все, каперсы добавили. Так, вот так вот я нарезал. Отлично. Отличный наряд. Все здорово. Да, яйцо мы сюда. Объясни, пожалуйста, как лучше заправить, какой соус и как это все делать? Не знаю точных граммов, я не могу сказать, буду ориентироваться на глаз. На вкус и глаз. Возьмем горчицу. Немного горчицы. Немножко сливочный хрен. И майонез. Если лень готовить, если нет возможности, конечно, купи в магазине. Но? Но если ты все-таки хочешь сделать подарок своим близким, заморочься и сделай майонез сам. Как? Это яйцо, горчица, уксус, растительное масло, чеснок, зелень. Все, добавляем майонез. Добавляем. И как это сделать? Сейчас это нужно просто хорошо перемешать. Вот прямо? Да. Все. Месим. Так. Но, на самом деле, очень легко, как и все это дело готовится. Я почему-то предполагал, что тарта таким станет для меня профессиональным колом. Тем более, учитывая, что я не постоянно выхожу. Именно поэтому я и выбрал это блюдо, чтобы показать, насколько это просто, элементарно. Но мы получаем пятизвездочное блюдо. Ну так, с виду это, в принципе, какой-то такой салат достаточно, да? Да. Да, ты прав, абсолютно. Это классная закуска. Но, опять же, говорю, что это закуска мужская. И все-таки два глуточка кипяточка под это блюдо, я думаю, что необходимо, да. Друзья, за небольшое время буквально, да, там магия кино, как обычно, магия телепередачи «Жуй с ним». Мы приготовили тосты, тарта, уже чуть-чуть подрезали наши черри, выложили каперсы. И сейчас начинаем сервировать. Начнем сервировать. Ну, презентовать. Да, презентовать это блюдо. То есть, желательно, конечно же, все это сделать так же, как он сделал. Но если вдруг не получается, то... Можно есть из миски. Можно есть из миски, да. Да, не вопрос. Не вопрос. Так что, друзья, все внимание на тарелку, смотрим, как это все делалось. И вот желток перепелинового яйца. Выкладываем в середину. То есть, этот желток у нас является соусом. То есть, его нужно будет размешать. Потом он начнет пушить. Да. Мы заканчиваем нашу программу, живем с ним. И на пару слов буквально нашим телезрителям. И после этого всего мы начнем это все делать. Ну, во-первых, с прошедшим Новым годом, с прошедшим Рождеством, с будущими у вас праздниками. Всем желаю... Желаю хорошего аппетита. Кушать вкусно и жить со вкусом. А ты не хочешь прямо на камеру это съесть? На камеру прямо? Чтобы, ну... Конечно, хочу. Давай я тебя даже приготовлю. Давай. Держи. Приятного аппетита. Все, друзья, я жую. Денинер был прав. Я бы не сказал, что это мясо сырое. Я бы сказал, что оно вкусное. Редак. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова